Государственные вливания в проекты, реализующиеся в рамках программы форсированного индустриально-инновационного развития, должны быть оправданы, отметил глава государства на расширенном заседании правительства. 19 октябрьских предприятий, включенных в карту индустриализации, до сих пор не могут выйти на проектную мощность. Одни до сих пор в поисках рынков сбыта, другие не могут договориться с поставщиками сырья. Подробности у Елены Устимович. На этом октябрьском заводе делают искусственный камень из кварца. Предприятие на рынке почти год и давно готово выйти на полную производственную мощность. Итальянская технология приглянулась клиентам из соседних стран, однако экспортные направления до сих пор не определены. Сейчас к нам обращаются с Российской Федерацией, это Москва, Самарская область. У них есть пожелание приобретать, именно в Казахстане. Это таможенный союз, ну и близость регионов. Вот такие вот вопросы. Еще в Сузбекистан приезжают люди, смотрят сейчас, знакомятся с этим камнем. Пытаясь раскрутить проект, на заводе проводятся необходимые маркетинговые исследования. Продукцию отправляют на всевозможные выставки. Но вот и ныне там, и до выхода на проектную мощность еще далеко. Долгостроем назвали в Актубе крупнейшую молочно-товарную ферму, появившуюся также в рамках программы ФИР. Крайне долго здесь не могли определиться, откуда завозить высокопродуктивный скот молочного направления. В итоге около 500 голов галштинофрийской породы прибыли на ферму из Америки только летом этого года. При выходе на полную мощность ферма будет производить до 3,5 тысяч тонн молочной продукции в год. Но произойдет это не скоро. На предприятии ждут только первого отела. Всего в карте индустриализации по Актюбинскому региону значится 74 инвестиционных проекта. 100% мощности достигли 42 предприятия. От 70 до 100 достигли 6 предприятий. Остальные предприятия колеблются в коридоре где-то от 30 до 70%. По многим независимым от них причинам, естественно, выход дальние зарубежья или ближние зарубежья связан с определенными трудностями. Естественно, мы помогаем. В регионе рассматривается вопрос добавления в карту еще 8 предприятий. Среди них рельсобалочный завод, цех по производству арочных изделий, завод безалкогольной продукции. С ними обещают не повторить прежних ошибок. Елена Устимович, Ботмудогалеев, Айбек Даутов, Актюбе.